Бинарный салют, друзья! Сегодня мы продолжаем серию роликов, посвященную индексам и повышению производительности запросов в PostgreSQL. В этом ролике мы продолжим разбираться с теоретической частью, обсудим особенности различных видов индексов, а также обсудим то, как можно анализировать планы исполнения запросов с помощью соответствующих команд. Поехали! Итак, мы наконец-то подошли к самим индексам. Я уже говорил, что если мы выполним команду select omname from pgam из таблички, то получим такой результат. Скорее всего, на вашей машине результат будет точно такой же. Вы увидите, что мы можем применять следующие индексы. Сбалансированное дерево, хэш-индекс и специализированные, такие как gist, gin и sp, gist и brin. Давайте разберемся с ними по отдельности. Какие и для чего строят? Ну, во-первых, balance-tree или b-tree создается по умолчанию. То есть, когда мы объявляем некую колонку как primary key, задаем ограничение unique, или просто запускаем команду create index, дальше следует наименование индекса, имя этого объекта, потому что индекс это объект в базе данных, он на такой-то табличке, table name и в скобочках имя колонки, по которой мы колонки или колонок, потому что могут быть составные индексы. Будет построен именно balance-tree, именно b-tree, если мы не зададим в качестве дополнительного параметра, то какого типа индекс мы хотим построить. Если мы явно не укажем, мы можем явно указать, но если явно не укажем, то будет построен b-tree. Надо сказать, что в большинстве случаев действительно достаточно b-tree. Отсюда и настройка на создание по умолчанию, потому что для большинства случаев работает лучше всего именно b-tree. Ну, что значит для большинства случаев с точки зрения перформанса, да? То есть это несколько лукаво, это не значит, что для всех случаях. Все индексы имеют собственные ограничения, в том числе и по поддерживаемым операциям, то есть операциям, использованным в запросе. Если в запросе используется оператор больше, а он индексом не поддерживается, то несмотря на наличие построенного индекса, сканирование не будет индексным. Я думаю, это понятно. Ну, вот, например, b-tree поддерживает такие операции. Он поддерживает операторы, точнее, меньше, больше, меньше равно, больше, равно, равно. Все эти операторы поддерживаются индексом b-tree. И, кстати, важно отметить, что b-tween и in-операторы будут грамотно интерпретированы, и при наличии возможности использования индексного сканирования оно будет использовано. То есть все правильно будет проинтерпретировано. Также b-tree поддерживает такие штуки, как like. Если в запросе будет like, то по такой колонке, на которую распространяет этот самый like, это выражение, и по нему построен b-tree, то b-tree вполне себе может быть использован. Ну, естественно, в зависимости от ситуации. Планировщик, как я говорил, может и отказаться в любой момент от индексного сканирования, если вдруг, например, очень высока селективность запроса. Индексируется также значение null. Это значит, что можно использовать выражения isNull и isNotNull. То есть получается, что если мы фильтруем по запросу с использованием вот этих проверок, да, isNull и isNotNull, то потенциально планировщик может использовать индексное сканирование. Ну, в общем-то, для тех, кто, как говорится, в теме, сложность поиска почти по всем деревьям, ну, сбалансированным, конечно же, сбалансированным. Балансировать деревья тоже можно по-разному, на самом деле, если уж немножко углубляться. То есть, ну, это углубление в алгоритмы. Балансировать деревья можно по-разному, есть разные виды деревьев и так далее, но в хорошо сбалансированном дереве сложность поиска соответствует OlogN, то есть логарифмическая сложность. Если вы не понимаете, что это, то я советую взять курс по алгоритмам. Теперь, что касается второго типа индексов, а именно хэш. Если мы хотим создать индекс именно по хэшу, то мы создаем, вот, значит, onTableName, то же самое все пишем, потом пишем usingHash, а дальше уже columnName. Хэш поддерживает только операцию равно. Я думаю, сами понимаете, насколько это серьезное ограничение. Да, то есть, если вы по колонке построили хэш индекс, то по этой колонке вы можете делать поиск только с использованием операции равно, то есть с операцией оператора сравнения. Я здесь не совсем правильно везде операцию прописал, по-хорошему это оператор. Но действительно, если у вас среди запросов, там, 95% запросов преобладает именно сравнение, то хэш, в принципе, может победить B3. Но на практике, на практике хэш в большинстве случаев, если и побеждает B3, именно вот относительно операции сравнения, то побеждает не очень сильно. При этом налагает серьезные ограничения, потому что остальные операторы мы использовать не можем. И поэтому, к сожалению, в большинстве случаев, на самом деле, мы используем B3. Это я сейчас сравниваю именно хэш индекс и B3 индекс. Есть кейсы, когда хэш более выгоден, чем B3. И, в принципе, вы можете в интернете попробовать поискать все эти сложные кейсы. Но, как я уже сказал, B3 используется по умолчанию и не просто так. Окей, но все же таки хэш иногда побеждает B3. И, в принципе, на огромных данных это может быть существенно. И в таких случаях могут применять хэш индекс. По поводу хэш индекса еще надо заметить, что он не отражается в журнале предзаписи, так называемом VAL. Это журнал предзаписи. Он представляет собой стандартный метод обеспечения целостности данных. Основная идея VAL состоит в том, что изменения в файлах с данными, где находятся таблицы и индексы, должны записываться только после того, как эти изменения были занесены в журнал. То есть после того, как записи журнала, описывающие данные изменения, будут сохранены на постоянное устройство хранения. Если следовать этой процедуре, то записывать страницы данных на диск после подтверждения каждой транзакции нет необходимости. И логично, что если следовать этой процедуре, то записывать страницы данных на диск после подтверждения каждой транзакции особой необходимости нет, потому что мы знаем, что если вдруг случится какой-то сбой, то у нас есть возможность восстановить базу данных с помощью этого самого журнала. И любые изменения, которые не были применены к страницам с данными, могут быть воссозданы из записи журнала. Результатом использования VAL является значительное уменьшение количества запросов записи на диск, потому что для гарантии, что транзакция подтверждена, в записи на диск нуждается только файл журнала, а не каждый файл данных, измененный в результате транзакции. А это большая разница. Все это означает, что в случае сбоя в базе данных придется перестраивать индекс командой reindex. Если данных много, то это может занять очень много времени. Вот почему здесь я отметил, что хэш-индекс не отражается в журнале предзаписи. Это как бы недостаток, потому что в случае, что придется делать reindex. А reindex на больших данных, да причем к данным, которым имеется большой параллельный доступ, конкурентный, грубо говоря, например, миллионы запросов в секунду, вы огребете проблему. Не значит, что нерешаемых, но проблем. Короче говоря, хэш в общем и целом не рекомендуется к применению. В общем и целом. Это не значит, что его никогда не надо применять. Как я уже сказал, бывают различные ситуации. Сложность поиска по этому алгоритму, по именно хэш-индексам, константной. Сложность поиска константная. Это значит, что когда мы для поиска данных используем операцию сравнения, то результат находится мгновенно. Просто мгновенно. Это значит константное время. Это значит, оно настолько мало, что оно никаким образом не зависит от количества данных. Вот, например, таки поиск по сбалансированному дереву, насколько бы оно не было хорошо сбалансированное, как я говорил, сложность log n. Это значит, что это у нас логарифмическая функция по n, где n – это размерность данных, количество данных. То есть, чем больше данных, в общем и целом, чем больше данных, тем хуже идет поиск, тем дольше идет поиск. Но функция логарифмическая, она настолько сильно сокращает на каждой итерации диапазон поиска, что разрастание данных не очень сильно влияет на производительность. Но, тем не менее, влияет. Но не очень сильно. Я бы сказал, слабо. Но вот в плане хэш, да, именно, сложность поиска константа. Это значит, что хоть тут триллионы у вас данных, поиск идет за константное время. То есть, количество данных не оказывает практически никакого влияния на скорость поиска. Поиск происходит просто мгновенно. Так что, да, не рекомендуется в общем случае к применению, но такой скорости поиска по операции сравнения никакие другие индексы потенциально не дадут и близко. Поэтому надо просто 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Переходим к специализированным индексам. Среди специализированных индексов, которые на самом деле еще реже применяют, выделяются следующие. GIST. Это так называемое обобщенное дерево поиска. Применяется в общем и целом для индексации геометрических типов данных и текстовых для организации полнотекстового поиска. Занимает меньше места на диске, чем GIN для своей организации, однако может быть менее эффективен за счет дополнительных проверок. И, собственно, GIN. Это так называемый обобщенный обратный индекс. Generalized Inverted Index. Обычно применяется для индексации массива или набора значений. Индексации таких типов, как массив, range типы, то есть range типы, которые представляют собой некие диапазоны, JSONB, пар, ключ, значения, можно использовать для организации полнотекстового поиска. Причем для организации полнотекстового поиска с более хитрыми запросами по тексту, чем просто, например, ABC процент. Да, ну, мы, вот помните, да, лайк, там, ABC процент. Я думаю, помните такую форму записи, где процент обозначает ноль и более символов любых, да? Так вот, вот этот самый GIN позволяет осуществлять полнотекстовый поиск с использованием более хитрых запросов, с расположением плейсхолдеров, вот, wildcard'ов различных, с построением вот этих регулярных выражений, достаточно вот сложных, более сложных, чем просто, там, например, ABC процент. И при использовании этих достаточно сложных регулярных выражений, возможно, что планировщик решит использовать индекс за счет того, что по нему построен именно GIN. Ну и space partitioned GIST. Это GIST с двоичным разбиением пространства. Он используется для наборов данных, которые подразумевают естественную упорядоченность, но не являются сбалансированными. В качестве примера, чисто теоретически, можно привести телефонные номера, которые кластеризуются по странам, городам и так далее. А часть номера более-менее случайна и может не иметь выраженного баланса. В таких случаях может применяться GIST. Я бы сказал, что подобные специализированные индексы желательно применять специалистам, у которых есть глубокие познания в математике, в матанализе, теории вероятностей и так далее. А вот простым смертным, прежде чем применять, прежде чем строить такие специализированные индексы, ну, нужно будет, как минимум, очень серьезно в них разобраться. Какие структуры данных там лежат и как они в реальности работают. Также придется разобраться с тем, как собирать самому, возможно, статистику со своих данных и примерно прикидывать, какие индексы будут более эффективны и уметь тестировать различные индексы, опять же, собирая статистику запросов, строя распределения и сравнивая их эффективность. Просто так с бухты-барахты этим заниматься на уровне новичка не получится. Поэтому в данном случае в первую очередь рассматривайте это просто как ознакомление. Если вы где-то увидите подобные сокращения, не пугайтесь. Вы будете знать, хотя бы примерно, что все это, черт возьми, означает. Ну и BRIN, блочно-диапазонный индекс, полезен потенциально на огромных наборах данных, которые подразумевают естественную упорядоченность. Например, почтовые индексы или таймштампы, так называемые временные метки, возможно, некие котировки и так далее. Итак, мы продолжаем изучение индексов. И на пути изучения индексов у нас ставит проблема. По большому счету, ну, во многих ситуациях мы не можем строить индексы с бухты-барахты просто так. Потому что перед тем, как построить индекс, по-хорошему нам бы надо понять, какой индекс надо построить. Либо после того, как уже построили индекс и мы видим, что есть какие-то проблемы, надо понять, какие именно проблемы есть, чтобы либо перестроить индекс, да, сменить тип индекса, либо перестроить сами запросы. То есть, по факту, для того, чтобы грамотно работать с индексами, нам нужна некая аналитика, некий аналитический инструмент, с помощью которого мы можем анализировать ситуацию проблемную И отвечать себе на вопросы, да, какой индекс строить и какие запросы писать. То есть уж точно, если у нас есть проблема с производительностью, прежде чем ее решать, нам надо понять, откуда растут ноги. Мы не можем решать проблему производительности, не понимая, откуда она происходит, откуда она произрастает. И стандартный путь решения проблем с производительностью, самый такой элементарный, то, с чего следует на самом деле начинать, это команда explain. Explain по-английски означает «объясни», по большому счету. Так вот, команда explain, она очень простая и выглядит так. Explain query. Ну, в качестве query обычно у нас какой-то select. Explain, а дальше вот просто, вот как вот ваш select обычный, какой вы пишете, если вы хотите изучить то, как он работает, вам надо запустить, просто перед этим запросом написать explain и запустить. Вот этот самый explain позволяет посмотреть на план выполнения запроса. То есть вместо результатов запроса вы, по сути, получите именно план выполнения запроса, где будет написано, каким образом он выполнялся. Вот помните, мы изучали методы доступа, индексное сканирование, исключительное индексное сканирование и так далее. Вот там все это будет прописано. Вы увидите, что, например, вместо индекса какого-то черта sequential scan, последовательное сканирование. И тогда либо посмотрите на свой запрос, либо, может быть, измените индекс, может, вы его где-то не там построили или еще что-то в этом роде. Ну, короче говоря, это аналитический инструмент, которым надо пользоваться. Конечно же, он не дает ответов на все вопросы. Вот так вот, прям как по мгновению волшебной палки, он не может решить за вас все ваши проблемы. Но это инструмент, которым необходимо пользоваться. Надо сказать, что возможно, что вам нужно запустить explain на каком-нибудь select, который потенциально может работать целый час. Так, сам по себе этот select. Но не переживайте, запрос реально не будет выполняться. Это просто вопрос к планировщику. А каким образом ты бы выполнял этот запрос? Ему не придется исполнять ваш запрос на какой-нибудь гигантской таблице. И вам не придется ожидать целый час результатов explain. Вы их получите, скорее всего, сразу же. Он покажет, какой метод доступа будет предположительно использован. А также какие косты, так называемые, costs, вы их увидите, так называемые накладные расходы предположительно возникают. Костами называют обычно догадку планировщика о том, как долго будет исполняться некий statement. Да, некое утверждение в вашем запросе. Ваш запрос, измеряемый в единицах обращения к страницам. Вообще, косты считаются как сумма затрат на input-output, то есть чтение и запись, и CPU-processing, то есть работа на центральном процессоре. То есть косты являются суммой затрат на работу с диском и именно CPU. Оценка планировщика может быть далека от реальности. Поэтому Explain Analyze Query, еще одна полезная форма этого запроса, крайне полезна, чтобы сбросить маски окончательно. Explain Analyze Query прогоняет запрос и показывает план и реальность. В отличие от просто плана, когда вы выполняете Explain Query. Я уже упоминал, но тем не менее, в данном случае, хочу повториться, что Analyze собирает статистику по данным таблицы, укладывает результаты в PG-statistic таблицу. Таблица называется PG-statistic, PG-statistic. А планировщик смотрит на статистику при построении плана. И, естественно, это позволяет в теории строить наиболее эффективные планы выполнения запроса. Это не всегда так, но тем не менее. Запускаем мы как Analyze, дальше имя таблицы, можем даже по конкретным колонкам. Можно даже задавать конкретные столбцы. Операция может быть длительной, так что эта фича чисто теоретически полезная. Ну и в целом, как минимум, один раз в день надо запускать. Как я уже говорил, не надо на эту тему сильно переживать. Просто надо иметь в виду, что все это настраиваемое. Кто-то может вообще что-то отключить. Поэтому такие рекомендации неплохо бы дать, и я их предъявляю. Не все так страшно, потому что по умолчанию включен AutoVacuum. Да, если включен. Окей, по умолчанию включен. В том числе он запускает и Analyze. Поэтому, да, это вот демон тот самый. И надо сказать, что в целом, чем больше обновлений данных вообще, тем чаще все это дело надо запускать. И вот AutoVacuum, он работает эвристически. Он в принципе, в общем и целом, когда надо, все запускает. Вот, но просто надо иметь в виду, что если вы унаследовали чью-то базу данных на обслуживание, ну как бы учтите, что кто-то мог что-нибудь отключить и самостоятельно что-то перенастроить. Поэтому надо иметь в виду, что все это есть. И оно работает вот именно вот так. На этом сегодня все. А в следующем ролике мы перейдем уже непосредственно к практике и проверим, как работает построение индексов и будем анализировать планы исполнения запросов.